Я поздравляю команду свою с победой, заслуженной. Первый тайм был очень качественный в нашем исполнении, целостный, уверенный контроль мяча. Вроде да, как бы мы не форсировали свое позиционное нападение, но при этом чувствовалось, что подстроение было хорошее, и защитники отлично работали на мяче, центральные крайне хорошо подстраивались, ну и плюс группа атаки тоже хорошо взаимодействовала. Понятно, что понадобилось какое-то время в первом тайме для того, чтобы такие, скажем, большие редуты соперника, которые играют в три центральных защитника, преодолеть для того, чтобы создать голевые ситуации. Но, еще раз говорю, понятно, что Слуцк довольно организованная команда, играет в одной тактической расстановке продолжительное время. Мы готовились к этому, но важно было найти свои моменты для того, чтобы реализовать преимущество. Да, пускай путем стандартного положения, исполнительское мастерство души на бак еще было на высоком уровне, мы открыли счет, и в целом, наверное, по тому, что происходило в первом тайме, это было заслужено. Ну, по крайней мере, я опять-таки с точки зрения действий своей команды был очень удовлетворен тем, как мы действовали в первом тайме. Во втором тайме попросил ребят продолжать в том же духе, с холодным разумом действовать, потому что понятно, что Слуцк, проигрывая 0-1, играя дома активизируется и будет искать свои шансы в атаке для того, чтобы вернуться в игру по счету. Но попросил ребят очень надежно действовать сзади и постараться найти возможность реализовать свои преимущества еще, говорю, в атакующем каком-то моменте. Ну, отличная комбинация, она так даже приятное удовольствие доставила, как Жердев подстроился и исполнил в одно касание после хорошей комбинации на коротке. 2-0 счет, и все было под контролем. Я не хочу сейчас акцентировать внимание на том, что мы пропустили гол. Я считаю, что заслуженная победа, но тем не менее, конечно, не может быть так, чтобы соперник, играя дома, Слуцк при своих болельщиках, после того, как счет стал 0-2, команда проигрывала, что она бы сдалась для меня. Например, это неудивительно, то, что команда до последнего сражалась и забила этот гол и сохраняла какую-то интригу до конца матча. Но опять-таки, с точки зрения качества, реализации моментов, мы сегодня были успешны и считаю, что заслуженно одержали победу. Здесь это в комплексе, я бы даже так сказал. Понятно, что всегда выбирая определенный план на игру, непосредственно ориентируешься в первую очередь на анализ прошедшего матча. Понятно, что в матче со Славией в прошлом туре у нас не все получалось при выходе из обороны. И здесь важно было этот компонент улучшить. Ну и второе, конечно, безусловно, это подготовка к сопернику. Мы знаем, что Слуцк на протяжении продолжительного времени играет в такой стилистике, не меняя тактику глобально по ходу игры и при старте матча. Поэтому в этом отношении важно было хорошо подготовиться. Поэтому мы чуть-чуть тоже видоизменили тактический рисунок игры. Сыграли сегодня в такого одного номинального нападающего Душана Бакича, но при этом насытили центр поля. Поэтому в какой-то степени, еще раз говорю, это и подготовка к сопернику, и анализ предыдущего матча, где не совсем все получалось у нас. Да, мы, конечно же, желаем Борисовскому Батте в плей-офф Лиги конференции постараться пройти в группу. Это все-таки престиж нашего клубного футбола. И есть, скажем так, календарная игра с Батте. Но, коль такие обстоятельства сложились, конечно, мы понимаем, что перенос пока на неопределенный срок. Естественно, что сейчас я ребятам предоставил два заслуженных выходных. Ну а в воскресенье, 27 числа, мы сыграем контрольную учебную игру с футбольным клубом «Островец».